Эти розы до последнего цветка уйдут в зал, ведь там в основном женщины. Любви к Максиму Аверину все возрасты покорны. Вот мы смотрели его завтрак с этим, да? Очень красиво он пил песенку там про сексуального мужчину. Веселый, добрый, красивый тоже. По мнению, он как Луна, он лучший актер нашего русского кинематографа. Он выходил на сцену уже сотни тысяч раз и все равно волнуется. Встреча со зрителями для Аверина, как глоток воздуха. Он говорит, отберите у меня сцену, и я умру. Поднял клоун в родник и, упавший на колени, вдруг замыл в тоске. В нем нет ни грамма пафоса. Он готов откровенно говорить на любую тему. О любви к родному сатирикону и ненависти к антрепризе. Как я называю, трусы над пропастью я не могу. Мне неловко было бы приезжать туда, знаете, и разыграть какую-то... Максим Аверин любит серьезную литературу, современной драматургией предпочитает классику. Но ни зрители, ни режиссеры не видят его в серьезном амплуа. И он продолжает улыбаться, вспоминая слова мамы. Улыбайся, это многих раздражает. Я не скрываю, мне бывает очень грустно. Даже сейчас, в наше время, мне грустно даже больше, чем хотелось бы. Но я пришел к вам, чтобы подарить вам радость. Даже если мне будет очень грустно, я все равно буду вам дарить радость. Анна Головчинская, Александр Королев, Алексей Чудин. Новости, телеобъектив. А для себя, для меня вот это и есть радость.